Друзья, добрый день, на связи Максим Петров и рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о формировании инвестиционных портфелей. Тема сегодняшнего видео у нас посвящена, как купить сейчас доллар и стоит ли это делать. Давайте посмотрим, какие у нас имеются сейчас инструменты. Обязательно досмотрите данное видео до конца, потому что у вас будет понимание, где и как вы сейчас можете купить валюту, где наиболее выгодный курс, с какими сложностями можно столкнуться в будущем, если вы будете выбирать различные способы покупки валюты, какие риски при этом могут быть и вообще стоит ли это делать или нет. Ну что ж, в принципе, глобально ничего не поменялось. У нас валюту можно покупать или в обменных пунктах через банки, у нас валюту можно покупать на валютной секции Московской биржи. И у нас запрещены сделки между физическими лицами, но, опять-таки, никто не мешает у родственников произвести какую-то операцию обмена. Итак, давайте еще немного по поводу ценообразования, каким образом происходит образование валютного курса в России. То есть, первое, у нас есть валютный рынок. Валютный рынок, на котором как раз-таки происходит продажа валюты тому, кому это нужно, и покупка валюты. Соответственно, на валютном рынке присутствуют два типа игроков – юридические лица и физические лица. Физические лица покупают в собственных интересах, юридические лица, соответственно, они разделяются на две категории – это импортеры и экспортеры. То есть, импортеры – те, кто занимается поставкой иностранной продукции на территорию России. То есть, они закупают за рубли, покупают валюту на валютной секции, и в дальнейшем эту валюту используют для финансовых расчетов. Чтобы купить, я не знаю, бытовую технику, чтобы купить какие-то продукты питания, чтобы купить промышленное оборудование, чтобы купить автомобили. Ну, то есть, те компании, которые занимаются импортом. И они как раз-таки покупают импортные составляющие, импортную продукцию и привозят ее на территорию России и продают непосредственно за рубли. Это импортеры. Экспортеры – это те, кто у нас, соответственно, производят на территории России товары или услуги. Затраты у них в рублях, но продают за валюту. Соответственно, получается, если вы, допустим, экспортер, вы произвели удобрение на территории России, вывезли куда-нибудь за рубеж. За рубежом с вами рассчитались в валюте. В долларах, евро, в юанях. Соответственно, у вас есть наличная валюта. Вы эту наличную валюту, соответственно, можете привезти на валютную секцию и непосредственно продать. И это вот основные критерии. То есть, когда мы говорим о ценообразовании, когда мы говорим о значительных финансовых потоках, которые мы наблюдаем на рынке ценных бумаг, то это, соответственно, вопрос, сколько у нас импортеры покупают и сколько у нас экспортеры продают. В следующем видео я расскажу, на что это непосредственно влияет. Но пока нужно понимать, что основные сделки по продаже валюты происходят на фондовой секции. После введения санкций в отношение России здесь, скажем так, рынок стал немножко нерыночным, потому что были определенные на уровне законодательства постановления правительства, указания Центрального банка, были наложены определенные ограничения, связанные с тем, что экспортеры обязаны были изначально, обязаны были в течение трех дней продать 80% выручки. В дальнейшем мы заявили о том, что газ мы 100% будем продавать за рубли. Поэтому будьте любезны, ребята, если вы покупаете у нас газ и относитесь к недружественной стране, то в этом случае вы должны сначала валютные средства перевести в Газпромбанк. Газпромбанк в ваших интересах продаст эту валюту на валютной секции. Вы получите рубли, этими рублями расплатите за российский газ. Почему мы это делаем? Потому что вы можете заблокировать наши валютные транзакции, так как наложили санкции. Чтобы это минимизировать риски такого рода, то, соответственно, такие вот правила были введены. Здесь получается, что валютный рынок, он на самом деле сейчас получается некий такой сам в себе. То есть есть глобальный рынок Форекс, на который валюта в принципе практически не торгуется. То есть там практически ликвидности нет. И есть российский внутренний рынок, где вот есть наши локальные игроки. И здесь мы действительно видим, наблюдаем, что на прошлой неделе, например, курс доллара достигал 66 рублей. И выступало большое количество обращений, что делать, покупать или не покупать. Но опять-таки об этом в следующем видео, поэтому подпишитесь обязательно на канал. Сейчас я тоже готовлюсь записать данное видео, стоит или не стоит покупать. Но, а мы вернемся к нашему вопросу, да, то есть какие есть способы покупки валюты. Итак, первое это, что бы там ни говорили, локальный валютный рынок, валютная секция Московской биржи. То есть здесь мы получаем наиболее оптимальный курс. Здесь у нас достаточно низкие спреды между ценой покупки и продажи валюты. До недавнего времени, когда была введена комиссия на покупку валюты, 12% можно было говорить о том, что мы платим комиссии за то, чтобы иметь право купить валюту. Но сейчас, скажем так, это правило отменили. Поэтому здесь у нас идут очень низкие спреды между ценой покупки и продажи. То есть если вы пойдете в банк, в обменный пункт, вы увидите там очень широкие спреды, потому что волатильность валютного курса очень высокая. И банки, они не берут на себя эти риски, они все эти риски перекладывают на потребителя, на покупателя или продавца валюты, если вы это делаете через кассу. Поэтому при курсе, допустим, опять сегодня у нас выходной день, 10 мая, то есть цена закрытия валюты была 69,40 по доллару, мы говорим, на валютной секции цена была. При этом в нерабочее время у нас получается Сбербанк продает по 76,40, покупает по 66,61. Открытие, соответственно, продает по 79,50, покупает по 59,30. И Тинькофф банк продает по 77,75, покупает по 63,15. Вот вы видите, насколько широкие спреды, разница между покупкой, продажей валютой. Каким образом это происходит? То есть центральный банк смотрит на валютный курс, средневзвешенную цену предыдущего торгового дня, определяет валютный курс для коммерческих банков. А коммерческие банки, соответственно, выставляют, ориентируясь на курс центрального банка, они, соответственно, выставляют плюс, там 3%, плюс 4%. В настоящий момент, если торги не ведутся, если центральный банк не обновляет курсы, то банки, чтобы не подвергнуться вот этим рискам валютных колебаний, они раздвигают коридор, по которому они покупают и продают. Поэтому в нерабочее время, во время, когда у нас биржа не работает, вообще я не советую вам покупать валюту, потому что вы будете попадать на очень высокие спреды, на очень высокую разницу между покупкой и продажей валютой. Какие у нас возникают риски, связанные с тем, что через какие банки мы покупаем? Ну, во-первых, все банки, которые находятся под санкциями, через них лучше валюту не покупать, потому что здесь есть определенные риски. И в первую очередь, эти риски могут быть связаны с тем, что вы условно можете на валютной секции купить по выгодному курсу валюту. Но дело в том, что сделать вы с ней ничего не сможете, потому что если вы купите эту валюту, как ее, вы хотите воспользоваться. То есть, чтобы ею воспользоваться, вам нужно или перевести на какой-то валютный счет и с валютного счета расплачиваться, или вам перевести на валютный счет и с валютного счета снять наличную валюту. Дело в том, что снимать сейчас практически валюту нельзя. То есть, вам будут конвертировать по курсу банка. Что это значит в нашем примере? То есть, сейчас не рабочий день, я сорвался, условно, мне нужно условно 5 тысяч долларов. У меня эти 5 тысяч долларов были куплены по курсу закрытия по 69.40 на валютной секции Московской биржи. Я эти 5 тысяч долларов перевел к себе на банковский счет. Вот у меня на банковском счете есть 5 тысяч долларов. Но снять я эти 5 тысяч долларов не могу, потому что они у меня куплены после введенных ограничений. То есть, если это было сделано до марта месяца 2022 года, у меня были куплены доллары и были на счете, то я их снять могу до 10 тысяч долларов. Если после марта месяца, то я их снять, соответственно, не могу. Что у меня получается? У меня получается или перевод, или за что-то расплатиться, имея основание какое-то. То есть, я даже не могу снять эти деньги. Саму валюту, да, то есть, снять наличную валюту я не могу. И тогда я вынужден буду, даже если я их куплю по выгодному курсу, опять, мы здесь за ориентир берем 69.40, то в этом случае получается, у меня эти доллары пришли на банковский счет, я прихожу в банк, говорю, дайте мне наличные. Они говорят, наличные мы не можем, мы можем вам выдать наличные рубли. Окей, наличные рубли по какому курсу? Ну, значит, я банк, я покупаю. Покупаю в Сбербанке, соответственно, у меня его купят по 66.61, при том, что я покупал по 69.40. В открытии у меня купят по 59.90, с учетом того, что, опять-таки, я купил по 69.40. В Тинькофф у меня купят по 65.15, с учетом того, что, опять-таки, я покупал по 69.40. То есть, вот эти вот спреды все равно в банках, они достаточно высокие. И поэтому мы понимаем, с одной стороны, что выгоднее всего, конечно же, купить валюту, получается, через валютную секцию. Но, с другой стороны, воспользоваться этими преимуществами мы не сможем. То есть, все, что мы можем сделать, это, ну, скажем так, заработать на разнице валютных курсов. То есть, если мы считаем по какой-либо причине, опять-таки, в следующем видео я расскажу, по какой причине это может произойти. Если мы считаем, что доллар будет стоить, допустим, 85, то мы должны понимать, что тогда, да, мы можем купить это через валютную секцию, к себе на брокерский счет и чисто спекулировать. То есть, спекулировать на разнице валютных курсов. Больше использовать это практически невозможно. Да, то есть, в Европу эти деньги вы точно отправить не сможете. Но у кого-то еще получается через отдельные банки переводить к себе на иностранные брокерские счета. Там до 10 тысяч долларов в месяц можно переводить. И тогда, да, если у вас есть открытый брокерский счет, там, в Interactive Brokers, например, то в этом случае вы можете отправить денежные средства, опять-таки, не через все банки, которые не подвергнуты санкциям. То есть, через ведущие российские банки, которые находятся под санкциями, вы просто элементарно это не отправите. Нужно отправлять через банки, которые не подсанкционны. И там, да, тогда вы можете вывезти. У вас будет на иностранном брокерском счете, но вы должны понимать, что вы должны за это отчитаться. Вы должны уведомить об этом налоговую. И что вы там дальше будете делать, да. То есть, можно покупать, соответственно, определенные активы, но как вы будете забирать их обратно? Обратно вывезти не сможете. И получается вот некая такая тупиковая ситуация. Наиболее выгодный курс у нас получается на валютной секции. Но воспользоваться, физически купить, получить валюту по этому курсу, у вас все равно не получится в настоящий момент, потому что вам будут конвертироваться. И это, наверное, такой большой недостаток, который мы имеем в настоящий момент. И здесь возникает вопрос, окей, тогда у банков, я думаю, это будет еще какое-то продолжительное время, сохранятся ситуации вот этих вот широких спредов, то есть широких диапазонов покупки, продажи валюты. На валютной секции можно выгодно купить, но исключительно для того, чтобы заработать на спекулятивных движениях в отношении изменения валютного курса. Вот такие вот два основных инструмента имеются сейчас. Наверное, ничего нового не сказал. Сказал просто, упомянул, с какими рисками можно столкнуться, какие, в принципе, еще сейчас есть возможности все-таки вывести эту валюту. Да, можно вывести на иностранные брокерские счета, которые еще выводятся с рисками, с рисками, связанными с тем, что могут быть в отношении российских собственников брокерских счетов. В американском брокере могут быть наложены в будущем какие-то санкции. Шестой пакет мер введен, и неизвестно, где шестой, там и седьмой. Поэтому, как дальше будут развиваться события, никто не понимает. Но если нужно, условно, куда-нибудь поехать иностранной, вы должны понимать, что вы должны просто будете платить комиссию. Если смотреть на спреды, эта комиссия составляет порядка от 5 до 10% в зависимости от жадности банка. И здесь получается, что вы просто должны быть готовы эту сумму непосредственно заплатить. Самый выгодный курс на валютной секции. Что ж, у меня сегодня на этом все, друзья. В следующем видео поговорим о том, какой может быть курс валюты, что на него влияет на курс рубля, почему он достиг таких значений, и как долго еще это сможет продолжаться, какую выработать стратегию в отношении распределения своих активов в своем инвестиционном портфеле. На связи был Максим Петров. Оставляйте комментарии. Оперативные видео, то есть исходные материалы данных видео, чтобы это было оперативно. Может быть не так красиво, но вот в режиме записал-получил. Размещаю в телеграм-канале. Ссылочка будет ниже под этим видео. Обязательно проходите, регистрируйтесь. Там вы можете задавать свои собственные вопросы. И непосредственно я там буду проводить прямые эфиры с ответами на ваши вопросы. У меня же сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»